МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаем. Сейчас хроника происшествий в студии Роман Ярынин. Казанские полицейские задержали водителя, от действий которого накануне пострадали 3 человека возле станции метро авиастроительная. Напомним, на улице Белинского автомобилист не справился с управлением и врезался в киоск. Под колесами машины оказались две школьницы 14 и 15 лет и мужчина, отец одной из девочек. Всех троих с переломами и ушибами срочно увезли в больницу. Нарушитель с места происшествия скрылся. Как выяснилось позже, машина водителю не принадлежала. Он ее выиграл в карты у случайного знакомого, с которым выпивал. Задержали обладателя автовыигрыша через несколько часов после того, как он покалечил людей. Им оказался мужчина, 93-го года рождения, не имеющий права управления транспортным средством. Водитель был доставлен в отдел полиции. Данный автомобиль водитель угнал из своего случайного знакомого, с которым они знакомы менее пяти минут. По данному факту возбуждено уголовное дело. На улице Мавлютова на пешеходном переходе сбили ребенка. Девочка, по словам предполагаемого виновника аварии, появилась на дороге неожиданно. Ее экстренно доставили в детскую республиканскую больницу. Момент наезда зафиксировала камера видеорегистратора. На замедленной съемке видеорегистратора видно, что ребенок выбежал на дорогу неожиданно и без сопровождения взрослых. По словам водителя, совершившего наезд, сестра пострадавшей шла сзади вместе с молодым человеком. Резко выбежал, быстро, незаметно даже. Сорвался вот прям. У нас сзади еще один водитель был. Он даже видел, как это, ну, говорит, ребенок сорвался с рук и выбежал просто. Пассажиры девятки рассказали, что от удара ребенок упал на капот и скатился на асфальт. По вмятини, оставшейся на машине, можно предположить, что скорость движения автомобиля была немаленькой. Хотя сам водитель уверен, что не превышал скоростной режим. Я остановился сразу, она до туда долетела вроде. Даже если свидетели о ДТП уверены в невиновности водителя, закон в данном случае суров. Так как наезд на ребенка был совершен на пешеходном переходе, молодому человеку придется нести ответственность за случившееся. В зависимости от причиненного здоровья вреда, виновнику происшествия грозит вплоть до уголовной ответственности. С травмами семилетнюю девочку доставили в республиканскую больницу. Сегодня Новосавиновский районный суд вынес приговор водителю, по вине которого в декабре прошлого года произошла страшная авария на перекрестке проспекта Амирхана и улицы Сибгата Хакима. Мужчина за рулем БМВ не справился с управлением и врезался в столб. Девушка, сидевшая на переднем пассажирском сидении, получила тяжелейшие травмы и скончалась в больнице. В салоне находились еще три человека, и сначала даже автоинспекторам было трудно разобраться, кто же сидел за рулем, дорогой иномарки. Людей из искореженной машины доставали спасатели МЧС. Водителя удалось установить по отпечаткам пальцев. Оказалось, что за рулем сидел 30-летний Ильчин Аллахбердиев. Суд признал его вину доказанной и приговорил к наказанию в виде лишения свободы на 4 года в колонии-поселении. Сегодня в утренний час пик на улице Тихомирного произошел еще один наезд на ребенка. По словам водителя, двое детей перебегали дорогу в неположенном месте. До приезда скорой помощи первую помощь пострадавшему мальчику пытались оказать очевидцы происшествия. Наезд на школьника произошел на глазах у водителя, который ехал во встречном направлении. Станислав Сергеев тут же остановился и поспешил оказать первую помощь пострадавшему. Мы его накрыли, чтобы бедный не замерз, перерезали все ленточки, которые ему здесь стянуло, портфелем и мешком ошкольным. И накрыли, чтобы он бедный не замерз, пока приехал скорость. Сразу после случившегося очевидцы сообщили о наезде родителям пострадавшего мальчика. Они вместе с ребенком отправились в больницу. Кровь изо рта и все, переломы точно, руки и ноги это однозначно. Водитель находился в шоковом состоянии. До пешеходного перехода школьники не добежали метров 20. Степень вину автомобилиста установит суд. Поэтому хотелось бы обратиться и к водителям, и к родителям. К водителям, чтобы они были особенно внимательны и осторожны, тем более приближаясь к остановкам общественного транспорта, к перекресткам, к пешеходным переходам, к учреждениям образования. И всегда помнили, что в любой момент на дороге может появиться ребенок. Также хотелось бы обратиться к родителям, чтобы они ежедневно, утром напоминали детям, как необходимо вести себя на дороге. Что нужно соблюдать все правила дорожного движения. И если даже ты переходишь на проезжую часть на зеленый сигнал стафора, либо по пешеходному переходу, всегда нужно убедиться, что все автомобили остановились, и его путь будет безопасным. Продолжим после рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Продолжаем. Несоблюдение дистанции стало причиной ДТП, которое произошло на мосту «Миллениум». Водитель за рулем иномарки вынужден был остановиться в общем потоке машин. Молодой человек, управлявший 14-й, следовал сзади. Он не смог вовремя отреагировать и на полном ходу врезался в заднюю часть «Фольксвагена». От удара машины разлетелись в стороны. Водитель отечественного автомобиля признал свою вину. Люди не пострадали. Пенсионер сел за руль после зимы и сразу попал в аварию. Водитель «Семерки» в полдень на проспекте Мира в набережных Челнах столкнулся с «Митсубиси». Ну, точнее, это иномарка врезалась в ладу. Репортаж с места происшествия. Водитель «Семерки» возвращался с страховой компанией. Зимой пенсионер машины не пользуется. Сегодня впервые сел за руль после долгого перерыва. Оформил «Осага», а по пути домой попал в ДТП. Я на разворот. Я посмотрел, машины нет. Она быстро ехала, скорее всего. Я же медленно разворачивался. Автоледи за рулем «Митсубиши» была попросту не готова к тому, что «Семерка» с правого ряда выскочит ей на перерез. По крайней левой двигаются на разворот. Я по средней полосе ехала. Мужчина с правой полосы стал заходить на разворот. Меня немножко не пропустил. Водитель «Семерки» признался, что не знал, где ближайший разворот. Поэтому вовремя не перестроился на левую полосу. Накануне вечером на территории Казанского Богородинского монастыря произошел пожар. Возгорание началось в здании, которое находилось на реконструкции. На место выехали более 10 пожарных расчетов. Подробности выяснял Олейсон Латыпова. Огнеборцы прямо на ходу разматывали пожарные рукава и подсоединяли к расчету. Их на территории монастыря и за его пределами собралось более десятка. Из окна трехэтажного здания шел черный дым. Возгорание началось на втором этаже неэксплуатируемой постройки. Там, по словам служителей храма, шла реконструкция. Открытое горение ликвидировали уже через полчаса, в половине восьмого вечера. Пострадавших и угрозы другим объектам не было. По предварительным данным, в ремонтируемое помещение проник бездомный и развел костер, чтобы погреться. Загорелись межэтажные деревянные перегородки. По словам верующих, в трехэтажное здание частенько забирается и молодежь. Туда молодежь бегает. Их выгоняют охранники, они бегут. Так не знаю вообще, как они туда попали. На месте пожара приехали и дознаватели. Как стало известно позже, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. А площадь возгорания составила несколько квадратных метров. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. Моя часть выпуска на этом завершена. А я прощаюсь до завтра. А далее Фарид Хабибуллин и его гости. Тема. Добрый вечер, Фарид. Здравствуйте. Чем опасны клещи? Как защитить себя от их укусов? И что же делать, если клещ все же вас укусил? Продолжение следует. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова